Приветствую, продолжаем инвестировать в акции российских компаний. Вы на канале по инвестициям на фондовом рынке, меня зовут Артем Первушин. Портфель на данный момент выглядит следующим образом. Это динамика его за один день. Давайте посмотрим за все время, что у нас получилось. 2500 рублей уже приросло и задача на сегодня будет следующая. На балансе 115 тысяч рублей кэшем я должен их раскидать в акции согласно своему портфелю. У меня не хватает нескольких компаний, которые я запланировал заранее, поэтому я сегодня их и куплю. На следующий выпуск я постараюсь уже обновить таблицу, чтобы она показывала, сколько каких акций конкретно сегодня мне нужно докупить. Но пока я просто возьму 6 недостающих акций, примерно на 19 тысяч рублей каждую компанию я закуплю. Просто пойдем по списку, дальше внесу данные в свою таблицу и посмотрим, как я движусь к цели. Напомню, что на прошлом выпуске мы остановились где-то на отметке 0,24% до цели. Напомню, я с нуля инвестирую, с нуля этот портфель веду и моя цель, чтобы он покрывал мои расходы. Расходы у меня достаточно большие, около 475 тысяч рублей. И уже к следующему выпуску я обновлю статистику по расходам. За новый месяц я их запишу и там цифра будет даже больше, поэтому немножко достижение цели упадет. Я немного больше отдыхал в этом месяце и расходы там получились побольше. Что ж, пойдем покупать по порядку. Ленэнерго, группа Черкисова, Мотец Дитя, Россети Центр и Приволжье, Россети Центр и Московская биржа у нас по плану Ленэнерго. Я вырезать специально не буду свои покупки, чтобы вы видели, как это происходит. Хотя напишите, может быть, стоит вырезать и просто закупить и показать вам от и до. Ну, в смысле, ситуацию до, ситуацию после покупки по портфелю, что там происходит. Но я думаю, что все-таки стоит показывать сам процесс инвестирования, чтобы вы понимали, как оно работает. Так, LS&G тикер. Ленэнерго по плану акции обычные. Я покупал, хотя нужно изучить еще вопрос по привилегированию. Возможно, там дивидендная доходность больше. Я тоже это упустил в момент составления портфеля. Нажимаем кнопку «Купить». И, к слову, я еще забыл дать комментарий. Я должен держать сейчас в кэше 4%. То есть, чуть-чуть все-таки долю кэша я должен иметь на счету, для того, чтобы на просадке, если акции упадут, покупать компании. План мой в следующем образом выглядит. То есть, если на 35% от максимума акции падают, я закупаю на весь кэш. Сейчас должен держать 4%. Но поскольку таблица у меня еще не доработана, не показывает, сколько конкретно денег мне нужно сейчас вложить в какую компанию, сколько акций какой компании мне нужно купить, я просто весь кэш, ну, плюс-минус весь кэш постараюсь весь раскидать. Но вот пока раскидаю, а потом, если что, со следующих пополнений уже буду держать долю кэша. Продолжаем. Ну и напомню, я инвестирую через БКС. Ссылка в описании будет на регистрацию. Это бесплатная абсолютно инвестиция с нулевой комиссией на покупки по тарифу инвестора, которая у вас подключится при открытии счета. А счет открывается за 5 минут онлайн по ссылке внизу. Просто вводите телефон, данные паспорта подгружаете, и у вас счет открывается абсолютно бесплатно. Ничего с вас там списывать не будут. Никакой комиссии вы не платите за покупки вообще. И это лучший брокер в России на данный момент. Пользуются им все состоятельные клиенты. Больше всего активов находятся именно под обращением у брокера БКС. Из всех брокеров в России. Данные можно проверить на московской бирже. И думаю, что к следующему месяцу я их обновлю, посмотрю, насколько сильно отрывается БКС по этому параметру. Так, мне нужно около 19 тысяч рублей сюда инвестировать. То есть я покупаю, ну, 11, это сколько будет? 20 уже тысяч, да? Покупаю 10 лотов. Один лот это 100 акций. Соответственно, тысячу акций я покупаю прям по рынку, просто в портфель. Поехали дальше. GCHE. Черкизово. Купить. Один лот, одна штука. Стоит 3000 рублей. То есть я покупаю, если 7, то уже много будет. 6, даже многовато. Ну, давайте 6 возьмем чуть больше, чем на 20 тысяч рублей. Отлично. Идем дальше. MDMG. Тикер. Я напомню, что изначально я составил этот портфель под задачу покрывать расходы дивидендами. И просто следует стратегия. Пересматривать его буду, может быть, где-нибудь раз в год. Не чаще точно. Так, сколько получается у нас? 700 рублей стоит акция. 30 будет уже многовато. Давайте 29. 28 ровно. Отлично. Покупаем. Идем дальше. MRKP. Тикер. MRP. Купить. 10 тысяч акций, один лот. Он будет стоить, получается, 3400 рублей. 6 лотов покупаем. Все с брокерского счета по рынку. Отлично. Купить. Моментальное исполнение. Идем дальше. MRKC. Купить. Количество лотов 1000. Штука, количество акций в одном лоте 1000. Соответственно, я беру... Сколько это получается? 30. Это 14700. 40. Это уже будет... Ну, кстати, ровно 40. Отлично. 40. Берем. И у нас остается что? MRKC я сейчас купил. Россетит Центр. Остается только московская биржа стикером MoEx. Тоже на 20 тысяч рублей я покупаю. Так, сколько получается? 20 многовато. У меня остается 16900 рублей. Потому что я некоторые акции только что из списка купил чуть больше, чем планировал изначально. И мне сколько хватит? Только на 12 лотов. 1 лот. 10 штук. 120 акций. Покупаю. Отлично. Сейчас заполняю все данные в таблицу по своим сегодняшним покупкам. Они находятся вот здесь, в интерфейсе внизу справа. И показываю, что по ожидаемым дивидендам и по покрытию моих расходов. Из интересного. Пока я заполнял таблицу, я увидел, что в истории у меня помечена выплата дивидендов от Ленэнерго на 1800 рублей. Я только что в этом выпуске купил первую акцию Ленэнерго. Но дело в том, что у меня открыт давным-давно еще здесь в БКС же индивидуальный инвестиционный счет, на котором лежат акции Ленэнерго привилегированные. По которым мне и пришли дивиденды. Надо вот изучить обязательно те компании, которые у меня в портфеле сейчас есть на предмет наличия у каждой из них привилегированных акций и какие там условия по дивидендам. Если что, продать все обыкновенные акции и перейти на привилегированные, если будут дивидендные условия выгоднее. Но я никак не веду сейчас индивидуальный инвестиционный счет. Все покупки внутри портфеля я совершаю на обычном счету. Дело в том, что в первую очередь я веду такую рубрику для того, чтобы поддерживать YouTube канал, чтобы вам было интересно смотреть и инвестировать тоже, чтобы поднять финансовую грамотность в России, людей, которые интересуются темой финансов. Выгоднее вообще было бы мне ввести, если бы я вел прям для себя с конкретной целью инвестировать все свободные деньги на фондовый рынок, чтобы покрывать дивидендами свои расходы как можно быстрее. Я бы это делал на индивидуальном инвестиционном счету, поскольку здесь выгоднее до 50 тысяч рублей в год инвестировать за счет налоговых вычетов. Но есть много нюансов, которые мне этого делать не позволяют, основной из которых это удобство введения такой рубрики на YouTube. Ну, если там хопачу глубже, у меня ИП, я не плачу практически НДФЛ, я плачу УСН по ИП, соответственно, вычитать мне-то особо и нечего и так далее, далее. Но в основном, если вы будете заниматься инвестициям долгосрочными с целью подобной моей, финансовая независимость, покрытие расходов дивидендами, лучше это делать через индивидуальный инвестиционный счет. И, к слову, если у вас был он открыт ранее у другого брокера, его можно перенести к любому другому брокеру, в том числе и в БКС тоже, со всеми вашими акциями, активами, которые вы покупали в прошлом. Поэтому перейти просто к другому брокеру, об этом вы можете спросить у персонального менеджера, который, кстати, я забыл сказать, за вами будет закреплен, его зовут Сергей. За всеми подписчиками моего канала, которые регистрируются по моей реферальной ссылке внизу, будет закреплен один конкретный менеджер, его зовут Сергей, у вас его контакты будут указаны в вашем кабинете инвестора. И можете также там в раздел чата зайти в мобильное приложение, вы увидите, где можно спросить, он может ответить абсолютно на любые вопросы, и портфель вам составит без проблем, у него есть на это компетенции, можете поинтересоваться. Ну вот, по сути, пока что дивидендов никаких по моему текущему счету в рамках рубрики инвестиции с нуля не было, поскольку я только-только начал инвестировать, только-только в этом четвертом выпуске собрал портфель, до конца уже все компании, запланированные ранее, купил. И будем ждать выплат дивидендов, будет интересно посмотреть, какая компания первая дивиденды выплатит. Я не слежу за дивидендным календарем, поскольку мне в принципе без разницы, какая компания когда выплачивает какие дивиденды, я по ранее заготовленному плану, по фундаментальной оценке компании, которая мне интересна, их закупаю, ну а там уже буду отслеживать по факту дивиденды, которые приходят. Вот, никак я на этом спекулировать не буду. Что ж, давайте посмотрим, что получается по портфелю по текущему. Данные получаются следующие. Сколько я вложил суммарно, видите, растет сумма. В прошлом выпуске суммарно портфель составлял 115 тысяч рублей, сегодня это 230 тысяч. На балансе уже 233 тысячи, поскольку P&L, видите, как растет сильно. Это от роста фондового рынка. Я, получается, в плюсе на 2900 рублей. Нереализованный P&L, если я продам все акции, то буду в плюсе сейчас на 2900 рублей. Но это не основная цель моего портфеля, я напомню еще раз. И покрытие расходов, вернее, покрытие дивидендами моих расходов составляет уже 0,35%. Мало, очень мало, но финансовая независимость, это цель такая достаточно грандиозная. К ней нужно идти длительное время, либо пополнять свой брокерский счет с солидными темпами, которые я не демонстрирую в этих выпусках. Но, тем не менее, ожидаемые дивиденды выросли на тысячу, ну, вернее, уже составляют 1650 рублей в месяц. Это ожидаемые годовые дивиденды, взятые по прошлому году. Тех компаний, которые у меня в портфеле поделены на 12. Простая формула. В прошлом выпуске я говорил про цифру 1152 рубля. Видно, что вложил я практически столько же, сколько было на счету, да, ровно, почти столько же, сколько было на счету в прошлом выпуске. Но дивиденды выросли не в два раза. С чем это связано? Это связано с тем, что я сегодня покупал компании, которые дивиденды доходности дают меньше, чем те, что я покупал в прошлых выпусках. Но я не концентрирую там свой портфель в каких-то двух, трех, четырех, пяти компаниях с наивысшей дивидендной доходностью по причине диверсификации. Нужно все-таки портфель диверсифицировать, чтобы он был в безопасности, что ли, так сказать. Рисков в целом по российскому рынку немного, и они схожи, в какие бы ты компании не инвестировал. Но, тем не менее, риски конкретного эмитента, там, в частности, банкротства никто не отменял. Риски сокращения дивидендов по конкретному эмитенту никто не отменял. По этим причинам портфель должен быть диверсифицирован. Вот так вот. Подписывайтесь на канал. Ссылки в описании будут также на мои другие соцсети, где я появляюсь чаще. Можете прямо сканировать QR-код на экране телефоном и подписаться в Telegram-канал. Там я бываю чаще, оперативнее выкладываю какие-то новости, сводки, какие-то обновления по портфелю текущему в том числе. Там и по трейдингу моему можете посмотреть какую-то информацию. Я занимаюсь трейдингом на рынке криптовалюты в первую очередь, из чего у меня состоит активный доход. Ну, вот, собственно, и все. Подписывайтесь, еще раз напомню, на этот канал, чтобы следить за прогрессом. И не забывать инвестировать в том числе, потому что я вижу, как моими выпусками мотивируют, что ли, зрителей вкладывать деньги в активы, не тратить их, не прожигать свои средства, излишние расходы урезать, откладывать и формировать какой-то капитал. Я это вижу в том числе и по рефералке на БКС, и в целом по обратной связи. Это меня мотивирует делать контент дальше. Давайте я еще в конце видео отвечу на вопросы, которые вы мне пишите в комментарии, и будем заканчивать. Также можете писать вопросы под этим видео, я в следующем на них обязательно отвечу. Давайте пройдемся по всем комментариям, которые вы писали с прошлого выпуска. Их немного, поэтому можно уделить время на все комментарии. Очень интересно наблюдать, продолжать. Буду продолжать обязательно. Реклама какая-то. У меня в городе ни одного наличного доллара нет, ни в одном банке. Не знаю. Я в России не нахожусь. Как там положение с наличной валютой, не могу сказать. Но по сути, наверное, должна быть. Вроде как Центральный банк отменил ограничения на движение наличной валюты внутри России. Хотя могу ошибаться, давно за этим не следил. Может меня в комментариях поправить. За последний месяц рост на 4,4%. Денежное удовольствие выросло. Я поздравляю с этим. Поделиться своей таблицей обещал. Я ее даже для себя не до конца сформировал. Как-нибудь я думаю, что дам таблицу. Гайд по табличкам могу сделать. Я боюсь, что это будет никому неинтересно. Там 100 просмотров наберет. Мне не очень интересно такое делать. Вот таблицу свою я бы мог дать. Но мне нужно ее, во-первых, до конца дописать. Во-вторых, вычленить из своей финансовой таблицы. Поскольку это не просто какая-то страничка. Вернее, это не просто какая-то табличка маленькая. Это часть, одна из страниц моей большой таблицы с моими финансами. Которая там формулами пересекается. Мне нужно будет вычленить. Это еще отдельная работа. Я чуть позже как-нибудь к этому вернусь. Спасибо за поддержку. Тут прям под кучей видео человек написал. Да. Если что, Артем Первушин, это искусственный интеллект. В Дирхамах держит человек деньги. Рисков меньше. Ну, рисков не меньше. Просто валюту иностранную, когда покупаешь, ты защищаешься от девальвации национальной валюты. Ну, важно понимать, что любая валюта обесценивается. Это принцип работы денег и развития экономики. Важно эти деньги куда-то инвестировать. Ну, подушку безопасности, конечно, нужно держать в кэше. Ну, можно подушку безопасности в иностранном валюте держать, чтобы обезопасить себя от рисков обесценивания национальной валюты. Но, понятное дело, что нужна диверсификация. Какую-то часть и в национальной валюте можно подержать. Да и вообще подушку безопасности обычно держат либо на банковском депозите под процент, либо в облигации какие-то вкладывают. Мне очень нравится не облигации, не депозита, как же это называется, сберегательный счет, что ли? Это, не помню название точное, банковский продукт, где ты просто деньги на счету держишь, и по типу депозита тебе каждый месяц проценты капают. Но ты не должен его там держать год или пять лет. Ты можешь эти деньги использовать как угодно, просто тебе на них проценты еще капают. Там, как правило, процент меньше, чем по вкладу. Зато ликвидность максимальная. Ты в любой момент можешь деньги забрать. Так, правильно ли я понимаю, что будет хорошо вложиться в компании, которые работают на экспорт? Имеет ли это смысл с небольшой суммой и недолгим сроком? Дело в том, что большая часть компаний крупных, которые ты найдешь на российском рынке, оно так или иначе завязано под экспорт. И не нужно на конкретную отрасль весь свой портфель распределять. Стоит все-таки по секторам, в том числе, сделать диверсификацию. Как вы можете видеть, у меня здесь компания различного профиля. И московская биржа тут имеется, и Сбербанк, не только добывающая и компания-экспортера, но и другие. Вопрос только что. Небольшая сумма 100 тысяч и недолгим 41 год. Для чего вопрос тогда? Поспекулировать? Вопрос не ко мне. Я на российском рынке не спекулирую. Это долгосрочные инвестиции. 100 тысяч рублей сроком 1 год. Но подержи просто на банковском счету под процент. Ничего особо не заработаешь. Скорее всего, потеряешь из-за того, что инфляция выше, чем процент. Но, тем не менее, не будешь рисковать. Ты на год вложишь во что-нибудь. Деньги еще могут упасть. В цене акций могут упасть в цене. Это вот, скорее всего, наверное, не произойдет, поскольку российский рынок и так сильно упал за последние годы. Но, тем не менее, все возможно. Почему же акции растут вместо падения? Потому что рынок растет. Потому что рынок – это такая сущность, которая в долгосрочной перспективе будет расти, во-первых. Во-вторых, в моменте никто не может тебе сказать, вырастет или упадет рынок. Там много есть факторов. Но если их в совокупности взять в ближайшее время, скорее всего, рынок будет расти просто, потому что он очень сильно перепродан. Хотя гарантий нет никаких на это тоже. В долгосрочной перспективе рынок будет расти очевидно. Просто потому что ты, когда покупаешь компании, они развиваются, зарабатываются больше денег. Инвесторы все дороже оценивают их акции. Очевидно, соответственно, цена растет. Если ты покупаешь хреновую компанию, хреновый у тебя портфель, то тогда расти, конечно, ничего не будет. Если ты выбираешь свой портфель нормально, то будет все расти. На перспективе, естественно. В моменте никто тебе не скажет. Если откладывай 20 тысяч рублей в месяц в инвестиции, то лучше покупать несколько акций или одну на эту сумму, или несколько акций разных компаний. Портфель должен состоять из большого количества компаний. Ну, прям не нужно 100-500 компаний брать в портфель, конечно. Хотя, по желанию, можно, конечно, но ты за этим не уследишь. Несколько компаний, да, да, да. Ну, компаний 15-20. Сколько мы, кстати, компаний в портфеле? 16 компаний в данном портфеле у меня находятся. Это нормальная цифра. Ага, по 20 тысяч в месяц, когда в некоторых регионах средняя заработная плата 25 тысяч. Ну, я смотрел статистику в основном. По регионам, конечно, не смотрел, да. Но в России сколько она там? 50-60 тысяч рублей средняя. Если у кого-то зарплата у вас, например, 25 тысяч рублей, вы не думаете, что у всех такая зарплата нет. Конечно, можно зарабатывать гораздо больше. И вы можете зарабатывать гораздо больше. Проблем нет никакой. Нужно просто заняться вопросом, как увеличить свой доход, и все. Это может быть не самый простой вопрос, но тем не менее. Займитесь годик, поработайте над увеличением дохода. Вы можете и 250 тысяч зарабатывать. Проблемы с этим нет. Сказали, что был обзор про брокеров или не было. За последнее время нет, но когда-то давно я снимал видео на эту тему. Можете найти на канале. Несмотря на странную ситуацию вокруг, у меня вырос доход от портфеля. В ВКС перешел в том году, стал пользоваться. Комиссии невысокие. Там нулевые комиссии. За покупку, да, вот за покупку комиссии нет. За продажу есть, но, к слову, если вы будете не пассивным инвестором, как я, вот, например, акции покупая в портфеле, я ни копейки комиссии не заплатил. Если вы будете активным инвестором, который покупает компания, потом фиксирует прибыль, продает их, потом снова покупает, снова продает, вы за продажу будете платить комиссию, обращая на это внимание. Но если у вас оборот больше, чем 250 тысяч рублей в месяц, то вам будет выгоднее подключить тариф трейдера. Это отдельно. Можете сделать ВКС, там, за 300 рублей в месяц у вас будет тариф выгоднее, если вы будете оборачивать, там, больше, чем 250 тысяч рублей. То есть, портфель у вас на 250 тысяч, вы, там, собираетесь продать, вам будет выгоднее это сделать с комиссией 300 рублей. Так, возвращаемся к комментариям, не зря доллары покупал, где миллионы и куча квартир, просрал, все с чистого листа, уже неинтересно, ну нет, не все с чистого листа, да, я много просрал, где-то, я считал, полмиллиона, нет, меньше, доллар же вырос, ну где-то 1400 долларов я просрал, да, в прошлом году, к сожалению, к сожалению, да. Так, про таблицу ответил, ты не понимаешь сути происходящего, дело не в рубле, который слабеет, а в долларе, который скоро начнет слабеть, в связи с тем, что англосаксы проиграют войну на Украине, бла-бла-бла, я думаю, что это, если комментарий настоящий, если настоящий человек написал, то нужно, конечно, не читать бред, отписаться от всех каналов, источников, которые вы слушаете, иначе ничего у вас на рынке не получится, нужно объективную информацию читать. Привет, подскажешь, я сейчас покупаю российские дивидендные компании в долгосрок, лучше открыть обычный брокерский счет или индивидуальный инвестиционный? В долгосрок лучше ИС, если у вас есть НДФЛ, и если вы можете его возвращать до 50 тысяч рублей, по-моему, можно вернуть в год, уплаченных налогов, ну, как будто 50 тысяч рублей сверху у вас будет, почему нет, из-за ничего. Правильно ли я понимаю, что цены двигают сделки, совершенные по рынку, а не по лимит? Правильно. Ну и вся, вопросов больше нет. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, еще раз напомню, ссылки внизу на другие соцсети и на регистрацию в БКС. Удачи!